друзья привет позвонил знакомый говорит заезжал к себе в кооператив останавливают мусора и говорят что он нарушил правила дорожного движения а именно якобы там есть какой-то знак стоп остановка обязательно но при этом там кошмарят еще одну машину значит это командиры второго батальона 5 рот пшеничный андрей вот такой ничего как всегда возомнили в себя бога и им не нравится когда их оскорбляют унижают ну как в детстве загоняют а сделать ничего не могут поэтому я как подъеду туда на место я уже включусь так это предыстория вот эти терпилы сейчас будем разговаривать общаться что тут за петрушка у самих затонированные эти ничего сейчас пойдем пообщаемся у самих главное сотри стопаки тонированные да 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 я зашиваю я только кстати конрику запрямить я вот тут хотел весь этот еще эти понял что надо будет задать вопросы я должен добрый день добрый и вам и где он не остановился на стоп я зараз поясню от леонидовича зараз я старший в танковнице пшеничный вот будь ласка мои документы можете познайомитись кто такой будет пшеничный андрей анатолевич командироти вы уже не первый раз там снимаете мне нужно для видеоотчета добрый что человек нарушил я тебя сразу я тебя быстро вот тот именно ну твердолобы идиот но я тебя по другому не скажу а вот это в двух словах тебе рассказываю он чуваку дал определенный регламент времени на написание клопота аня это кто такое сказал он сказал вот этот нет вот тот красавчик вот и сказал что у него есть два часа согласно купопа два часа согласно купопа да а он не путает админ задержания ну походу да что то путают скажите пожалуйста а какой он знак там нарушил там знак 2.2 а вы где в этот момент были мы ехали за мной в Польшу что они сюда заезжали мы ехали за мной у меня есть доказы как мы ехали за вами за вами ехали за вами ехали заезжая заезжая сюда мы вообще побачили этот знак 2.2 а вы а скажите пожалуйста а кто его туда установил кто его туда в кооперативу установил я уже вам объяснил не вам а кто туда выяснили если у вас есть какие-то там сумнивые что законность его установления у нас не должно это вы должны доказать его треба всебечно доследить ну так дослеживайте все чтобы доследить это треба перенести сделать запах какие там скажут что он должен быть установлен или нет у нас сейчас еще раз объясняю это кооператив сюда дорожная служба в приори не может ни установить ни шлагбаум ни стоп для того чтобы вы тут не просто не сидели никто там не сидит ничего не работает у вас я так понял работы нету работы нет значит человек сейчас был на перекрестке где установлены а скажите пожалуйста вот этот знак стоп он устанавливается только так там дополнительного ничего не должно быть я вам поясню я побачу там может быть разметка и внизу стоп тоже стоят дальше на белом фоне табличка а почему тут их нет я скажу да чё вы человека кошмарили никто не кошмар и вот так второй батальон и пятая рота что вообще с ума посходила его по-перше просто зупынили на основании чего закон Украины про национальную полицию 35 статья какая третий пункт или первая у вас епидозра у вас епидозра у вас епидозра вважаты что человек скрывает административное правопорушение согласно 31 статья часть 2 подтвердите это подтверждение я в процессе розгляда справы я будь ласка надам какой розгляд справы на основании чего человек еще ничего не нарушил я вам поясню для того чтобы притянуть людину до притягнуты да ну успокойтесь притягнуты тут второй троллейбус ходит да притягнуты так это в конце который поля вызывай сюда подкрепление скажи здесь активисты поприезжали слуха пошли к другому у меня тут 2 90 пошли ты будь с нами а за что тебя основные без бампера и без номера без бампера на территории на территории гаража я ехал и они где находятся СТО люди ремонтом занимаются да а кто остановил прикольно прикольно а можете представиться кто вы такой будете здравствуйте инспектор патрульной полиции пятая рота другого батальону Корноушенко Сергей Владимирович ну покажите что вы есть Корноушенко сколько раз он показывал Сережа я знаю сколько раз ты показывал а то что вы тут хернёй блять занимаетесь мы тоже это знаем я не знаю а я буду делать то что я хочу Корноушенко Сергей Владимирович инспектор ОПП в Харьковской области 3035 59 Корноушенко это же бывший гаичник работал в комментариях да я понимаю почему он же выбрал сюда приехать тем более номер вот лежит под лобовым стеклом в чем проблема я не могу как он должен быть подожди а что человек не может по гаражу перемещаться на своем автомобиле смотрите у нас было изначально что мы сюда заехали у нас есть вызов и что здесь на зелёном делу раскладывали нарколог забирали там так далее вот это дело вот это правильно я могу показать если хотите это самое именно на зелёном ванной злой вы уверены что на зелёном сегодня вы уверены отчёт оценежее зеленым я пишу на Ну тогда вы дальтоник. Ну какого цвета? Что у тебя о тех паспорте написано? Это серый. Серого цвета? Ну серый или зеленый. Ну есть такие же зеленые. А вы как ориентировки читаете? А что ты пишешь? Я не могу понять. На основании чего? Ты вот этого не слушай. Какого клопотания? Ты перемещается по своему гаражу. Это то же самое, что ты будешь перемещаться по своему сектору. А ему реши, ему... Серый, вам что, делать ничего реально? Вот, блядь, там Красный город. Что ты мне объяснил? Так а что он нарушил, блядь? Он лежит без номера. Он вот лежит. Смотри, номер, номер, должен находиться там. Для того, чтобы он его, например, убрал, вот едет он, допустим, да, он дотянулся рукой и убрал. Для того, чтобы ему выйти, убрать оттуда, ему надо все-таки остановиться, ты понимаешь? Что, что, кого остановить? Сзади есть, но впереди... А ну иди сюда, иди сюда. А ну посмотри вот на ту машину, блядь, которая вообще без номеров. Иди, выписывай. Да я знаю твою машину. Ну так иди, выписывай, Сережа. Так что ты хочешь? Что ты хочешь этим показывать? Да ничего, потому что вы хернёй, блядь, занимаетесь здесь. Ну и что ты тут снял из учёта? Да, я её снял из учёта. Езжу без номеров, нету, куда их подцепить. Просто некуда. Я начал их цеплять, потерял по дороге. Пришлось... Это хорошо, что люди добрые попались. Привезли, сказали, братан, вот твои номера. А ты по гаражу тормозишь человека на основании чего? Вот он едет без номера. Ну что, заду номер есть у него? Я впереди должен подъедел. Где такое написано? А скажи, пожалуйста, а чего на вашей канарике затонированные задние стопаки? Ну я не видел, что они там затонированы. Если ты считаешь, что затонированные, пожалуйста, потом... На Шевченко-315, то же самое, пожалуйста, на Шевченко-315, жалобу на него написали. Вопрос не в затонировке, а вопрос в том, что номер отсутствует. Еще раз повторяю, Сережа, еще раз повторяю, он передвигается по кооперативу, по закрытой территории, где есть гаражи, где нужно с одного гаража перегнать в другой гараж. Хорошо. Где-то написано, что запрещено, или мне запрещено. В гаражах можно ездить без номеров, ты мне скажи. А где написано, где написано? Где написано, где написано? Нет, он должен быть установлен. Где написано? Он сзади есть. Покажи мне, что там доosemolo должно быть. Почему нужно decis视 render to. Если вы то уверете, что два номера должно быть, покажите. Донб rested покажите。 Где написано, а при чем ДСТУ ведет, кто ходит. Вhovедетесь, РДП салонятого Григорицына. МraulICH у cub ill without being разреш unfuraaедр and coming up between the gas. yağутelo and coming up. Поэтому, ну, ее патчумент. ты можешь показать где написано спереди посмотрите этот автомобиль продается и ставится на учете у нас и здесь на этом автомобиле должен быть номерный знак спереди то что продается или что а причем ДСТУ если мы по ДД придем мы остановим его сейчас согласно чему нам ДСТУ не интересно вообще ДД написано забери этого гуся с собой узнал узнал забери его блять багажник кинь ха едет блять это бывший гаишник то тоже то тоже так вот я забороняю перватый транспорт не взялся не зарисована полноценная нога на КМВС а что ты читаешь? таким что не перешел видом через рацію в разе якщо законом стану обов'язковую повесть и проведение а також без номерного знака або с номерным знаком что? не поведай цему засобу не поведай в умогам стандартов не закреплено, не установлено для этого места но он у вас без номерного знака я же за это говорю номерной знак на автомобиле присутствует он не поведает стандарту не установлено для цеха места а где тут установлено место? он установлено в месте а вот сюда иди да вот писатель номерной знак а подождите давайте по одному здесь два номерных знака чего ты взял? где? один спереди, другой сзади я еще раз говорю а че не три? а че не три? а че не два? а че не три? то же задайте вопрос Сережа, положено, чтобы у вас на канарейке было разрешение на спецсигналы а его нету вы же блять ездите тоже с нарушением да вообще похеру я понимаю да вообще насрать я понимаю, что ты нет, ну подожди я конечно я на камеру как ты себя... нет, 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 давай что ты же обещал меня привлечь правильно? мы же вернемся к этому? ну конечно отвечайте за свои слова отвечайте за свои слова я отвечаю за свои слова а за что тебя привлечь? за то, что я грубо с ним разговаривал говорит, я ну то нахуй его пошли и все а я же его посылаю, а он же не понимает ну все идет, не хочет идти так предложили просто на курорт съездить отдохнуть так ладно, все, что, давайте подведем итоги я сказал свою... да и мы вон тоже... ну что? обжалуй ну как они вот это не надо говорить, обжалуй ты в судне придешь, блять это другое дело ну таки все это знаешь, блять я постараюсь прийти ну так давай мы начнем своих канареек снимай нахуй вон мигалки и за тонировочку давай за тонировочку иди ничего ты пока не будешь писать еще твоего нарушения нету если вы не будете писать лопатание о переносе справа я уже начал родить справа начал родить справа то бишь ты выпишешь на крыцу, правильно? нет, я объясню если он напишет о переносе пускай переносит на основании чего вопросы, меня на основании чего он хочет перенести если он напишет я возьму клопатание выпишу ему перенос справа и пусть он приходит там нам поделиться на какой день а, ну так он тебе сейчас на крыцу и все будешь терп tej правильно на крыцу выпишешь и все не хочет сейчас он пишет лопатание нет тогда он будет ничего писать здесь видео в судномер находится никого нет блять вы чьи идиоты чем будет а за что ты будешь вот это будет четко есть пожалуй а если автомобиль стоит он на улице стоит вот так вот номером тоже будет не было если он управлял то же вопрос где если он управлял в гараже у него не может быть большая я говорю серёжа где ваше разрешение ну это другое дело если тебе похуй или шоу короче иди в жопу иди в жопу иди в жопу просто давай назад припарковывай выходи с машины иди домой все останавливаться в гаражном копиративе это где такое ХДЖ написано я зад а это уже в сон заглотнули за это я щас вам пока а уже все ребята нет на минуту подадись Влад я говорю выйди с машины да я сяду машину отвали я поеду блять покатаюсь да потом будешь меня зовут Влад меня Карл зовут да подожди блять Влад меня Карл зовут отстань от меня ну Влада зовут просто что у вас случилось здравствуйте здарова была у тебя машина скажите ну они не конченые а ну просто конченые конченые просто конченые вот как можно с этими людьми блять разговаривать просто просто конченые люди блять а чё вы поприезжали сюда как это чё скупчение людей скупчение людей где в гараже в гараже забирайте нахер этого ублюдка своего командира конченого и ете с богом я вас не буду трогать а пока я покатаюсь на этом вот скажите ну не больные они блять люди а ну просто больные люди просто сейчас короче пойдем сейчас народ сейчас пошли сына из-за того что блин вот просто объяснить из-за того что автомобиль передвигается на территории гаражей посади 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 пойди пойди покатай как и так далее сейчас только с собой я общаюсь с человеком я вам объясню как бы вы себя вели как бы вы себя вели вы поняли в чем дело вы понимали вы понимали почему и вот это вы на моем новичке не делает вообще им на рейтинге среди людей но я тебе говорю вот для динам я тебя говорю просто вы занимаетесь алима и теме мне ничего не объяснили мне ничего не объяснили просто типы едут в кооперативе в гаражах это то же самое что я буду сейчас передвигаться по этому ну так сделать это да если у тебя есть подозрение что наркотики распространяют вызвали слицы на оперативную руку бегать всем кричать это делать циркум да человек создал скажем так ситуацию из ничего кто создал да успокойся человек на хонде создал из ничего понял что так я не знаю твой подчиненный твой подчиненный полез за лупы и начал вот это такое устраивать правильно он видел человека на планшете как бы все есть ну человек адекватно на гаражах на гаражах а если бы у него не было лобовухи и все остальное как он как он допустим покрасит оденет все объясните как как вы передвигаетесь с поломками вы себя просто не нару это не выписывали просто выписывали просто посмотрели все нормально я говорю за вам все отъебались сразу писали ну почему вы не идете по внутри по дворам если автомобиль без бампера или без номера вы не привлекаете об38 на международном 2 я могу не не будь непосредственно командир если он fossich на 2 вы не отвечали за него вы отвечайте за него вы отвечаете за него сом vocal который за себя вы maioria обучение я не могу дать оценку и водитель а то есть все вы не можете не повлиять не сказать что это влиять не повлиять не говорите я могу на него а вот что случилось что вы сейчас там стоите то есть смотрите с ваших слухов если полиция есть стоит я думал у вас куденко конченый а у нас еще и пшеничный конченый просто пьет наркотики или сбивать человека вы можете ему что-то если он действует с украины нарушает в данной ситуации он нарушает или нет друзья но делайте выводы сами у нас командиры показывают как нужно себя вести то бишь если вы заедете он действительно не дал возможность человеку я хочу выйти из габаката я согласен он должен ему возможность дать пока он не приедет так я там хоть сутки пройдут возможно человеку защищаться так вопрос почему я должен подойти и вам это сказать а не вы должны его контролировать не связать с этим утречки командир я на данный момент он сказал что он каждый отвечает я на данный момент общался удар с максимом водителем понимает вот вы должны выдастесь вы полицейского основе для аналогичных что ты как это более с оружием такой ну а не маленький командир вот так командир вот я же говорю вот так и полиция у нас служит вместо того что я уже говорю в красном городе закладчиков будьте их понимаешь вот чернёй вот этот карнаушин он уже был человек в коминтернатском райотделе понял был гаичником ну по нему видно такой именно ну просто у меня слов нет его сейчас понял он здесь а у него кукушка поехала он стал полицейским ну ему надо до пенсии уже доработать там же его поперли а ну там как поперли а и расформировалась а он один единственный ну не один единственный из того райотдела который пошел в патрульную полицию и рассказывать какой он был классный милиционер учить вот этих дебилоидов как нужно служить нужно рассекать на канарейке с тонированным тапаком так это так можно правильно так же сможем меня не видит идея покажи пошли а вот эта радиаторная решетка ну а наш не это не давайте сравним вот это тапаки ты хочешь сказать что они не тонированы это валютинская здесь какое-то потемнение пошли я тебе покажу дальше опана о чудо а здесь выгорело ой да а что тут произошло ой а что здесь такое ёлки палки я согласен какое-то напыление тумное есть а что разрешено разрешено напыление вы сами понимаете как это вам доказать ну ты нужно доказать что человек действительно что-то нарушил мы этим и делаем да вы не занимаетесь вы просто а что это с номерами такое а кто то они же даже не стало не соответствует гостам серёжа давай выписывай постановы где ты там крысён карнаушенко выходи под выкуп какого кого он и кошмар выходи выходи будем писать постановы ты что там на крысе уже постановой херяки да пускай пускай пишет ты на крысе постановой херячишь полицейские нам нужна помощь ну вот давайте я вам помочь нет ну скажи чтобы не провоцировать пусть выйдет с машины все полицейские нам нужна срочная ваша помощь обращение граждан пожалуйста товарищ полицейский и вот это и вот это полиция я обалдею переписал блокнотик все данные красавчик личные персональные данные это не будет красавчик да мы не не а